Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Срочная эвакуация. 90 единиц взрывоопасных снарядов обнаружили в жилом доме. Не так посмотрел. Неугодный взгляд прохожего стал для двух подростков причиной его жестокого избиения. Главная профилактика. Тульские спасатели в очередной раз прибыли на помощь брянским МЧСовцам. Приключения иностранцев в Брянске. У зарубежного гостя в брянском кафе украли мобильник. В начале этой недели главной новостью в СМИ стал взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Путевка. Инцидент произошел 23 июля около 19 часов. В момент ЧП хозяйки квартиры дома не было. Ударной волной выбило окна в 10 квартирах, двери в 7, 2, 3 и 4 этажей. Непосредственно в квартире, где случился взрыв, выгорела одна комната. Повреждены другие жилые помещения и мебель. К счастью, пострадавших нет. Жителям этого дома оказывается всесторонняя помощь. В настоящее время полным ходом идет восстановление подъезда и квартир. Строители очистили помещение от мусора, установили входные двери и вставили новые окна. О ходе ремонтных работ в нашем репортаже. Спустя двое суток после мощного взрыва газа, который потряс этот пятиэтажный дом, жизнь жильцов постепенно возвращается в привычное русло. О чрезвычайном происшествии напоминают подпаленные над окнами и остатки строительного мусора возле подъезда. Рабочие подрядные организации трудятся, не покладая рук. Буквально за день строители установили входные двери, застеклили оконные проемы в подъезде и пострадавших квартирах. Во дворе дома в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб МЧС. На месте находятся представители областной и районной власти. Организовано дежурство полицейских. С жителями дома работают психологи. Межведомство взаимодействия на месте организовано, поэтому мы не видим никаких проблем и опросов. И уверены в том, что все строительные работы будут выполнены в срок, определенный губернатором Брянской области. Решением специальной комиссии все жильцы допущены в дом. Здание признано пригодным к проживанию. Коммуникации, электро и водоснабжение, канализация находятся в надлежащем состоянии. Газ подается во все квартиры, за исключением той, в которой прогремел взрыв. В ближайшие дни строители укрепят лестничные марши. Сегодня почти весь подъезд уже сделали. Работа делается, видно, что проверяющих много. Все стараются, все уложатся в сроки. Самые масштабные работы идут в квартире на третьем этаже, там, где находился эпицентр взрыва. Рабочие избавили комнаты от мусора и обломков, полностью сбили со стен поврежденную штукатурку, установили новые оконные рамы. В квартире уже находятся необходимые строительные материалы, кирпичи и мешки с сухими смесями. К выяснению причин взрыва подключились следователи и сотрудники прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре района также проводится проверка о работе газораспределительных газовых сетей, которые обслуживают общедомовое хозяйство и квартиры. И в отношении газовой службы мы тоже примем определенные меры. Деньги на ремонт дома своевременно поступают из областного бюджета и резервных фондов. Окончательный размер ущерба подсчитают позже. Пока же главное скорее восстановить помещение. Строители работают в в уральном режиме. А чтобы не произошел очередной взрыв, в Дядькове сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей аж 14 домов. В жилом доме обнаружили 50 гранат, 3 мины и снаряды времен Великой Отечественной войны. Когда люди покинули квартиры, специалисты приступили к обезвреживанию. Всего нашли 90 единиц снарядов. Арсенал будет вывезен и уничтожен в безопасном месте. Юный спецназовец. Уникальная смена по таким названиям продолжает работу на базе оздоровительного лагеря в Суражском районе. Более 30 детей постигают премудрости военного дела, познают уроки выживания, проходят строевую, огневую и даже парашютно-десантную подготовку. 12-й год. Смена юный спецназовец принимает ребят на базе оздоровительного лагеря «Новокэмп» в Суражском районе. Одним из инициаторов работы профильного лагеря выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области. Под началом руководителя военно-спортивного клуба «Патриот» Сергея Сизова воспитанники учатся выносливости и дисциплине. И пусть не все из них свяжут свою жизнь со службой в армии, одно можно сказать точно – ребята станут верными сынами Отечества. Это уникальное лагеря «Новокэмп», потому что здесь особая педагогическая программа. И мы со своей программой, казалось бы, совместили несовместимое – милитаризм и альтруизм, пасифизм в какой-то степени. И мы совместили. Мы хорошо живем, друг другу помогаем и участвуем в их программах. Это помогает им тоже воспитывать. Воспитанники смены изучают тактику, занимаются строевой, огневой, инженерной и медицинской подготовкой, а также обучаются многим полезным мелочам. А по достижении 15-летнего возраста с разрешения родителей ребята могут заниматься прыжками с парашютом. «Детям это нравится. Мы почти целый день с оружием, бинты перевязываем, строевая, огневая, тактика. А вечером, хоть они и уставшие, но они идут на дискотеку. Они идут на какие-то конкурсы, на какие-то концерты, сами участвуют. Ребята понимают вообще отношение к тому, чему здесь их учат, вот этим навыкам, которые связаны в принципе и с умением постоять за себя и за своего близкого, родного. Они это все переваривают через настоящее чувство патриотизма». За 11 лет работы профильная смена выпустила более 600 воспитанников. Треть из них связала дальнейшую жизнь со службой в армии и правоохранительных органах. Такого лагеря из нашего предыдущего сюжета явно не было в жизни двух 17-летних юнцов, которые 21 июля жестоко избили 31-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером на улице Литейной в Брянске, где и нашли жертву отморозков. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемых. При допросе парни рассказали, что прохожий не так на них посмотрел, что и вызвало агрессию. Несовершеннолетние арестованы. Расследование уголовного дела продолжается. А настоящие мужчины работают в МЧС. Свою силу и смелость они направляют на спасение людей. Второй год подряд в нашу область приезжают специалисты из Тулы. Брянские МЧСовцы совместно с гостями проделали в течение месяца большую работу. Тушение лесных пожаров, профилактика возгорания от торфянников, работа с современной техникой. Все это было представлено в Клинцовском районе, где дислоцировались тульские спасатели. В поселке Лукьяновка собрались представители регионального МЧС, тульские спасатели, областные и районные власти. Специалисты из Тулы приезжают в нашу область уже второй год подряд. В прошлом году они помогали ликвидировать пожары в Гордеевском районе. На этот раз работы носят формат профилактических мероприятий. Главной задачей тульских спасателей является выполнение примитивных мероприятий по предупреждению лесторфяных пожаров. Это обводнение торфяников, это главная задача. Расчистка милиоративных каналов, обустройство меризионных полос вокруг социальных объектов, потенциально опасных объектов. Устройство водоемов для забора воды в населенных пунктах, подготовка пирсов для этих вопросов. Тульские спасатели работали в двух районах – Сельцовском и Клинцовском. Мероприятия проводили в течение месяца. За этот период ребята обводнили порядка 20 гектаров. В этом году обустроили 6 водоемов для забора воды и провели большую работу по расчистке минерализованных каналов вокруг торфяников. На подготовленной площадке участники встречи увидели специализированную технику для обводнения торфяников, обработки машин, устройства для определения очага возгорания. Все это было показано в действии. Однако предшествовало демонстрации заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его участники обсудили не только вопросы лесных пожаров. Поднималась ситуация на водных объектах, в период летнего отдыха людей, вопросы противопожарного водоснабжения населенных пунктов, готовность районов. Заседание было проведено по поручению заместителя полномочного представителя президента ЦФО Николая Овсиенко. Все вопросы, которые были на этом заседании комиссии, они в рамках данного заседания комиссии были рассмотрены и приняты соответствующие решения. После заседания началась самая зрелищная часть встречи. Демонстрация техники, ликвидация условного пожара, работа пожарных бригад. В этом году у нас приехало пять единиц техники. Это экскаватор, КАМАЗ-самосвал, КАМАЗ-шоссейник с трубопроводом на 370 труб общей протяженностью 2 километра 250 метров. Экскаватор выполняет работу по созданию водоемов. Таким образом производится обводнение торфянников и, соответственно, вероятность торфяного пожара сводится к минимуму. Вода для обводнения берется из естественных источников. В отличие от многих других районов, где прокладываются инженерные коммуникации для поступления воды, здесь используется метод перекачки, что является особенностью трубопроводного подразделения. Трубопровод состоит из оцинкованной стали, длина 6 метров, диаметр 100 миллиметров. Вес трубы 1,31 килограмм. Мы, разложив трубопровод, подойдем в воду и заполняем торфяные каналы, чтобы они в последнее время не воспламенялись. Таким образом, почти 2 километра трубопровода тульские спасатели проложили в поселке Рудня Голубовка. Осложняли ситуацию, как и во многих других местах, большие заросли. Много тульским спасателям пришлось поработать электропилами и топорами, прежде чем обводнить торфяное поле. Обнаружить пожар или задымление помогает современная техника. Например, квадрокоптер, оснащенный тепловизором. С помощью устройства спасатели определяют пожар и выводят изображение на экран. Данный летательный аппарат предназначен для поиска пропавших людей. То есть мы используем тепловизор, фотоаппарат. Изображение с фотоаппарата выводится вот сюда, с тепловизора на ту камеру. Также поиск очагов возгорания лесных пожаров, торфяных пожаров. Это очень легко и просто, когда у тебя на изображение выводится в прямом эфире получается изображение. И ты можешь видеть, где люди плавают, где лесные пожары непосредственно. Потому что при большой задымленности не обнаружить сам очаг возгорания. При данном аппарате, когда у тебя на тепловизоре идет изображение, ты можешь на конкретную точку, именно откуда сосредоточено все тепло. То есть очаг возгорания. И помогает сотрудникам быстро обнаружить возгорание и, соответственно, его потушить. Определив возгорание, пожарные оперативно выезжают на место и начинают борьбу с огнем. На помощь к ним собираются пожарные машины. Параллельно проводится опашка территории, чтобы огонь не распространился. Для устранения пожара спасатели используют пожарные шланги. Параллельно пена направляется из бронзбойта, установленного на одной из машин. Техника, проводившая тушение пожара в радиационной зоне, обязательно проходит обработку. Данный автомобиль предназначен для обработки, дезактивации техники, которая проводила пожары, тушение в радиационных загрязненных зонах. Этот автомобиль специально пришел у нас по программе, по чернобыльской программе и был разработан именно под нашу зону. Применялся такой автомобиль в прошлом году в Гордеевском районе. Машины, задействованные при тушении торфяных пожаров, работали в зоне повышенного радиационного фона. Для обработки пожарной техники применяются специальные химические реагенты, которые готовятся на базе этой установки. Техника для обработки машин от радиации для нашей области важное приобретение, особенно в районах, пострадавших от чернобыльской аварии. Несмотря на то, что 30 лет прошло, последствия до сих пор сказываются и до сих пор территории довольно сильно загрязнены. По сравнению с нормальным фоном в остальных незагрязненных территориях, да, конечно, превышение по юго-западным районам есть. И в первую очередь есть по ненаселенным территориям. Если населенные пункты, там проводилась рекультивация, ну, опять же, эти данные известны и доступны, то очень много радиоактивных материалов скопилось в низинах по водотокам, как раз в тех торфяных болотах, в низинах торфяниках, которые могут гореть. В целом, как отметил представитель Greenpeace России, в Брянской области хорошо справляются с предупреждением торфяных пожаров. А в этом году, помимо тульских спасателей, помогает не допустить возгораний и дождливая погода. Недружелюбно встретили зарубежного гостя в Бежском районе Брянска в среду, 27 июля. Иностранец мирно отдыхал в одном из кафе Бежицы, пока не обнаружил пропажу со столика своего мобильного телефона. Приятелин туриста вынужден был обратиться за помощью к полицейским. Парень описал внешность подозреваемого. Через 10 минут злоумышленник был задержан сотрудниками ППС. Он прятался во дворе дома по улице Куйбышева. При обыске у него нашли похищенный мобильник. Возбуждено уголовное дело. Теперь 28-летнему Брянцу грозит до 4 лет лишения свободы. Квотирование рабочих мест для бывших заключенных, распространение опыта участковой службы на муниципалитеты и предупреждение подростковой преступности. В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Одним из вопросов повестки дня стала тема безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Трудными подростками в регионе занимаются 14 специализированных комплексных учреждений социального обслуживания со стационара на 280 мест. Вопросы соблюдения детских прав строго контролируют на государственном уровне. В стране введен институт омбудсмении. С детьми, подростками и семьями работают социальные и молодежные организации. Например, в Центре социальной помощи семье и детям в поселке Белые берега Фокинского района города Брянска в 2015 году у нас проведено инспектором полиции 119 профилактических бесед и за первое полугодие 2016 года 67 бесед. Также в других наших центрах в КЦСОН Дубровского района участковой полиции проведены профилактические беседы на различные темы правила дорожного движения, уголовная ответственность и наказание подросток и улицы и другие. При этом безнадзорность подростков в своей актуальности так и не потеряла. Дети самовольно уходят из приютов, что, по мнению губернатора, крайне недопустимо. На 14,7% по сравнению с националистическим периодом прошлого года выросло число самовольных уходов из государственных учреждений. Данный факт нас не может не настораживать. Уважаемые коллеги, считаю такой подход к работе недопустимым. Необходимо руководству учреждений и в целом всем субъектам профилактической безнадзорности принять дополнительные меры и усилить координацию действий. В качестве положительного примера был назван опыт работы участковой службы, которая помогает выявить семейное неблагополучие на ранних стадиях. Подобный проект уже существует в ряде регионов России и пользуется большим успехом в Белоруссии. К концу текущего года участковая служба появится во всех районах Брянщины. Еще одной темой заседания стали правонарушения, которые совершают ранее судимые люди. По статистике, каждое третье преступление в области происходит по вине рецидивистов. В настоящее время в Брянской области ситуация по данному направлению, можно назвать, что близка критической. На сегодняшний день наш регион входит в число самых проблемных в Центральном федеральном округе по числу лиц, ранее совершавших преступления. Удельный вес рецидивной преступности остается стабильно высоким, порядка 60% от общего числа совершенных преступлений. По России и Центральном федеральном округу данный показатель гораздо ниже на несколько процентов. Устойчивые антиобщественные взгляды, алкоголизм, наркомания, отсутствие жилья и утраченные социальные связи – лишь часть причин толкающих бывших осужденных на кривую дорожку. Большинство рецидивистов лишены постоянного источника дохода. На работу в крупные компании их берут неохотно. Впрочем, выход даже из этой застаревшей проблемы, по мнению начальника полиции, долго искать не надо. «Квотирование рабочих мест – это раньше забытая практика. Помните все, что были предприятия, которые у нас на родине, текстильные предприятия, 200 рабочих мест у него всегда на фабрике держалось для лиц, которые освобождаются. То есть они освобождаются, он готов принять 200 рабочих. Так и по другим предприятиям. Я думаю, здесь так… Она по всей России была, по всему Советского Союза, извиняюсь, практика была. Мы ничего не выдумываем, просто призываем еще раз в такой формат вернуться, посмотреть». Глава региона поддержал идею с разработкой законопроекта, направленного на профилактику рецидивной преступности, а также разработку МИР по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Соответствующие поручения были даны профильным департаментам, в частности, об организации временного трудоустройства граждан, направленных на общественные работы. «Проблема той, которой не должно быть. Я проезжаю по области, смотрю, сколько бурьяну растет в городах. Ну, строите их на 15 дней. Тоже ЖКХ. Косу руки и пусть косит. И пользу принесет. Что-то заработает». На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Брянск Александр Шарыгин. В сентябре прошлого года он позволил сесть за руль своей машины пьяному другу, который совершил в его присутствии ДТП. Чтобы избежать ответственности, Шарыгин сообщил в полицию, что у него авто угнали. Однако следователям удалось вывести лжедоносчика на чистую воду. Фокинский районный суд вынес ему обвинительный приговор. За совершенное преступление Александру Шарыгину придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. В рамках года пожарной охраны в системе МЧС прошли соревнования по тушению пожаров в высотных зданиях. За звание лучшей команды боролись сотрудники противопожарной службы области. Пожарные в ходе соревнований продемонстрировали свои возможности при тушении пожаров, спасении людей, оказанию первой медицинской помощи. Данный конкурс у нас является традиционным и проводится уже на протяжении шести лет. В этом конкурсе отрабатываются элементы как по спасению людей, по тушению пожаров, а также работа газодомозащитной службы. Данный конкурс показывает сплаченность и готовность личного состава для взаимодействия в работе по тушению пожаров здания по высшим этажам. В ходе состязаний пожарные при помощи 50-метровой автолестницы и автоцистерны разворачивали рукавную линию, по которой подавалась вода на верхние этажи здания для тушения условного пожара. Звено газодымозащитной службы из трех человек проводило поиск пострадавших в помещениях четырехэтажного здания и осуществляло их спуск с верхних этажей при помощи канатно-спускового устройства. В задачу пожарных входило не только эвакуировать пострадавших, но и оказать им доврачебную помощь. По итогам лучшей в тушении пожара в высотных зданиях стала команда специализированной пожарно-спасательной части города Брянска. Вторые представители команды ПСЧ-12 «Бронза» у пожарных из Брянска и ПСЧ-1. 22 июля в областном центре прошел рейд по профилактике преступлений. Всего выявлено 200 административных правонарушений. Большая их часть приходится на распитие спиртного и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 132 факта. 19 брянцев нарушили антитабачный закон. 8 родителей наказаны за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 10 привлечены за мелкое хулиганство. Также участковые и полномоченные проверили дома, где торгуют самогоном. В итоге установлено 14 фактов сбыта домашнего алкоголя. Сообщить о фактах нарушения закона можно по телефону 02-102 или по телефону доверия 74-50-95. Сегодня в рубрике «Правовой аспект» мы по традиции задали три вопроса прокурору. Расскажите, в каких случаях лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа? Если данное лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести и возместило ущерб, либо иным способом загладило причиненный преступлением вред. Размер судебного штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. При этом штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей, особенно части Уголовного кодекса Российской Федерации. В случаях, если штраф не предусмотрен соответствующей частью статьи, то его размер не может быть более 250 тысяч рублей. Какие последствия новый закон предусматривает для неплательщиков судебного штрафа? В случае неуплаты судебного штрафа, в установленный судом срок, штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье, особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. И на сегодня это все. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи! Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа! Редактор субтитров А.Семкин